Новый призыв министра обороны Андрея Белоусова – полный запрет на въезд мигрантов в Россию. «Они нам не нужны», – резко заявил Белоусов. Проблема мигрантов решается в два счета, но верхи этого не хотят. Министр обороны России Андрей Белоусов выступил с резонансным заявлением, призывая депутатов и правительства к полному запрету на въезд мигрантов в страну. Белоусов аргументировал свою позицию, указывая на избыточную занятость и низкую производительность труда в России, а также на проблему криминализации мигрантских общин. Но это все-таки наблюдая за происходящим и делая выводы, с пользой для своей страны и своих граждан мигрантский вопрос решается в Беларуси, о чем рассказал все тот же Бастрыкин. Контракт максимум год, никаких родственников с собой, ни жены, ни детей, ни бабушек, ни дедушек, никаких пособий. Бизнесмен должен доказать, что в Беларуси нет таких ценных специалистов, как те, которых он хочет завести из Средней Азии, все расходы на мигранта несет бизнесмен. Контракт закончился домой. В Россию же мигранты едут за пособиями, а не работать. Только здесь они могут получить сходу миллион рублей, больше нигде такого и не т. В свете последних событий и усиливающихся экономических и социальных проблем в России, министр обороны Андрей Белоусов выступил с инициативой, направленной на коренное изменение миграционной политики страны. В своем обращении к депутатам и правительству Белоусов призвал к полному запрету на въезд мигрантов, утверждая, что проблема России заключается не в дефиците рабочих кадров, а в избыточной занятости и низкой производительности труда. Белоусов подчеркнул, что вопреки распространенному мнению о нехватке рабочих рук, в России наблюдается избыточная занятость. Он отметил, что проблема не в дефиците кадров, а в крайне низкой производительности труда. Если довести производительность труда до уровня Италии, которая далеко не является передовой страной в этом отношении, то на улицу придется выбросить до 25 миллионов трудящихся, что составляет треть всех занятых. Сложился замкнутый круг, избыточная занятость, низкие зарплаты, чтобы удержать издержки, бедности, недопотребления, кратко резюмировал Белоусов. Министр обороны также отметил, что труд в России слишком дешев, чтобы замещаться роботами, что, в свою очередь, снижает его производительность. В 2019 году в России было всего 5 роботов на 10,000 занятых в промышленности, в то время как мировое среднее количество составляет 99 роботов на 10,000. Это является показателем низкой технологической оснащенности и, соответственно, низкой эффективности труда. Белоусов предложил внедрить систему рабочих виз для мигрантов и установить строгий контроль за их трудовой деятельностью. Он подчеркнул, что только 13% мигрантов работают на стройках, в то время как остальные заняты в менее производительных секторах, таких как курьерская доставка и такси, или вовсе не имеют постоянного трудоустройства. Министр обороны также акцентировал внимание на социальной и криминогенной проблематике, связанной с мигрантами. Он указал на случай грабежей и убийств, совершаемых мигрантами, что вызывает серьезное беспокойство среди населения. Белоусов особо подчеркнул необходимость запрета мигрантских общин, назвав их организованными преступными сообществами. Он выразил мнение, что эти общины становятся очагами криминальной активности, что требует решительных мер со стороны государства. Призыв Белоусова к запрету на въезд мигрантов и контролю за их трудовой деятельностью следует рассматривать в контексте общей экономической стратегии, направленной на повышение производительности труда и борьбу с бедностью. Указанные им проблемы свидетельствуют о глубоком кризисе в трудовых отношениях и необходимости коренных реформ. Андрей Белоусов, известный своими решительными мерами в Министерстве обороны, уже продемонстрировал свою готовность к борьбе с коррупцией и неэффективностью в государственных структурах. Инициированный им аудит финансовых операций Министерства вскрыл масштабное хищение, что только подчеркивает серьезность его намерений в отношении миграционной политики. Противодействие инициативам Белоусова со стороны некоторых депутатов, включая спикера Государственной думы Вячеслава Володина, свидетельствует о наличии серьезных внутренних противоречий в российской политической системе. Володин, обладая значительным влиянием, активно блокирует инициативы Белоусова, направленные на проведение проверок и чисток, что также затрудняет реформирование миграционной политики. Володин оказывает влияние на принятие законопроектов, направленных на усиление контроля и прозрачности в государственных структурах. Он выступает против инициатив, которые могут затронуть интересы высших чиновников и олигархов, вовлеченных в коррупционные схемы, что создает дополнительные преграды для реализации предложений Белоусова. Озвученные результаты аудита Министерства обороны и предложения Белоусова по ужесточению миграционной политики стали настоящим шоком для общества. Размах проблем поражает, а масштабы хищения и коррупции показывают, насколько глубоко укоренилась проблема в верхах ведомства. Отставки и аресты высокопоставленных чиновников демонстрируют серьезность намерений нового министра обороны. Однако борьба с коррупцией и неэффективностью требует не только решительных действий со стороны министра обороны, но и поддержки со стороны других ветвей власти. Противодействие Вячеслава Володина и других высокопоставленных чиновников показывает, насколько сложной и запутанной может быть эта борьба. Важно, чтобы процесс реформ был максимально прозрачным и сопровождался реальными изменениями в управлении и контроле за финансовыми потоками. Вот что предлагает министр обороны. Первое – полный запрет на въезд мигрантов, введение временного запрета на въезд новых мигрантов в страну до полного анализа и переработки миграционной политики. Разработка системы рабочих виз с четким определением сектора занятости и местонахождения мигрантов. Усиление контроля, создание специального органа, занимающегося контролем за миграционной деятельностью и трудовыми контрактами мигрантов. Законодательные изменения, принятие законов, ужесточающих ответственность за нарушение миграционных и трудовых норм как для мигрантов, так и для работодателей. Ликвидация мигрантских общин, принятие мер по ликвидации организованных мигрантских общин и предотвращение их криминализации. Введение новых мер по усилению контроля и прозрачности в государственных структурах позволит не только повысить эффективность использования трудовых ресурсов, но и улучшить социально-экономическую ситуацию в стране. Важно, чтобы общественность была активно вовлечена в процесс реформ и могла следить за их реализацией. Активное вовлечение общественности и независимых организаций в процесс реформ обеспечит их поддержку и доверие к власти. Это позволит создать прозрачные механизмы контроля и предотвращения коррупции в государственных структурах. Обеспечение справедливого наказания для всех, кто оказался вовлеченным в коррупционные схемы и нарушение миграционного законодательства, станет важным шагом на пути к восстановлению доверия общества к власти. Озвученные результаты аудита и предложения Белоусова требуют решительных действий и поддержки со стороны всех ветвей власти и общества. Только так можно будет обеспечить, что государственные средства и трудовые ресурсы будут использованы на благо страны и ее граждан, а не оседать в карманах коррумпированных чиновников. Общество ожидает конкретных результатов и реальных реформ, которые позволят восстановить доверие к власти и обеспечить стабильное развитие страны. Важно, чтобы процесс реформ был максимально прозрачным и сопровождался реальными изменениями в управлении и контроле за финансовыми потоками.